Ну что, начнем обсуждать текущую повестку дня. Хотелось бы начать с темы выборов, которые, несмотря на то, что сроки приближаются, 8 сентября не за горами, сама по себе тема не является темой номер один и даже номер два. Практически о ней ничего не слышно, но вот хотя бы есть принятие решения об увеличении времени работы избирательных участков в день выборов. На два часа. Час утром, час вечером, якобы с целью увеличить явку на этих выборах. Кстати, наши слушатели утром довольно активно проголосовали, что принимая решение идти или не идти на выборы, они не будут смотреть на время работы участков, они будут смотреть на другие факторы. Вот ваше мнение здесь какое? Ну, очевидно, что большая явка очень сильно нужна Хабирову, я имею в виду по численности. Очевидно, что с технологической точки зрения любые фальсификации результатов удобнее делать при большой явке. Это тоже очевидно. Не очевидно, что продление на два часа увеличит приход людей, которые не успевают куда-то, например, до восьми выбора, а он там полдевятого мог бы проголосовать и вот теперь, значит, придет. То есть в этом смысле я согласен с проголосовавшими об этом. Ну, очевидно, что продление периода выборов на более позднее время, суток, дает тоже больше, как бы, поле для маневра избирательной комиссии. Ну, учитывая то, что сейчас настолько ужесточили отношение к наблюдателям по новым нормам, тут уже будет очень сложно наблюдателям и вообще контролирующим каким-то субъектам на выборах каким-то образом вмешиваться в эти фальсификации. Вот здесь хотелось бы уточнить, да, дело в том, что если наблюдателей и, скажем так, ответственных членов избирательных комиссий на участке нет, то сфальсифицировать, подтасовать можно в течение дня в любое время, для этого лишний час не нужен. А если на участке присутствует, там, я не знаю, ответственный гражданин, ну, скажу, вроде меня, да, я тоже буду на участке работать, то наверняка не получится сделать, даже если продлить еще на три часа. То есть, в принципе, здесь вот я не вижу вот этой логики, неужели... Нет, здесь вопрос количества. Ответственных граждан на участках у нас будет, как обычно, единица. Ну, то есть, к сожалению, в России и в Башкирии особенно не сформировалось еще вот это сообщество наблюдателей, сообщество людей, готовых работать на выборах, так вот, как это практикуется и в Европе, и в Северной Америке. Так, как у нас пытались делать некоторое время назад, но давно об этом уже забыли, то есть, количество наблюдателей и соответственные позиции будет минимум, соответственно, вот эти два часа тишины, на самом деле, когда уже все разошлись и действительно слишком много избирателей толпиться на участке не будет, это очень удобное время для решения там каких-то вопросов. Ну, это мое предположение, потому что этому предположению есть масса предпосылок, и в первую очередь это отсутствие опыта избирательной деятельности у нынешней команды, как такового опыта вообще. То есть, подавляющее большинство этой команды никогда не участвовало в серьезных выборах, включая самого Хабирова, я имею в виду, как кандидата. Да, как организатора в 2003 году. Ну, вот тот опыт нам бы подзабыть вообще, ему бы тоже, потому что те организаторские способности, которые он продемонстрировал в те годы, конечно, лучше бы не вспоминать, на самом деле. То есть, это вот эти горящие типографии, там всевозможные, значит, там дополнительные тиражи бюллетней и так далее. И вот очень было бы грустно и печально, если бы именно эти навыки были применены сейчас. То есть, времена другие, и возвращаться, конечно, к таким безобразиям нельзя. Ну, вот смотрите, было много претензий, да, со стороны общественности к Хайдару Вальеву. Вот услышали, отправили в отставку, поставили нового человека, который не работал в избирательной системе, ну, вроде как репутация грамотного юриста. Это же должно значить, что вот, и делаются шаги для того, чтобы выборы стали более чистыми, прозрачными. Ну, если бы Илона Анатольевна не была столь приближенной фигурой к Хабирову, я бы согласился с этим набором тезисов. Но вот эта ее близость к Хабирову лично, она, конечно, обнуляет все вот эти факторы, все вот эти доводы. Валеев действительно стал уже настолько токсичен, что, ну, даже нынешняя власть стала понимать, что если под его руководством пройдет выбор, то какой-то процент негатива обязательно, ну, отразится на результатах. То есть вот сама фигура Валеева была бы токсична для результатов, какими бы честными они не случились вдруг, да. Соответственно, конечно, ну, убрать Валеева была, и это такая консолидированная позиция, это вот Илона Александровна Панфилова была очень даже за, она чуть было его в 16-м году не сняла, и местная нынешняя администрация, то есть тут уже как бы это без вопросов совершенно. И общественное мнение, естественно, было против и так далее. А вот принятие на эту должность, значит, госпожи Макаренко, конечно, вопрос очень спорный. А что касается непосредственно участников этих выборов, есть ли у вас, я не знаю, предположение, видение, может быть, какой-то инсайт по поводу тех, кто реально может заявиться в качестве альтернатив, в конце концов, да? Все-таки времени не так много остается, но конкурентов пока не видно на горизонте. Ну, как говорил дворник из 12 стульев «Кому и кобылу невесты», да, то есть насчет альтернатив, вот Кутлогужин — это альтернатива? Ну, формально, да. Формально, да. То есть если мы говорим о формальных альтернативах, то вот внутри КПРФ сейчас идет достаточно такая интенсивная возня по утверждению господина Кутлогужина в качестве дежурного регулярного кандидата на пост главы республики. По ЛДПР вопрос решен был чуть ли не 15 октября, или когда там приезжал к нам Жириновский в спешном порядке. Первый. Значит, и тогда этот вопрос был уже утвержден. Ну, вот будет Сухарев, и все нормально. И он будет таким же опереточным кандидатом, как и договаривались. Ну, а по поводу КПРФ, конечно, ну, на фоне последних событий в России коммунисты могли бы, скажем так, упрочить здесь ситуацию у себя в республике, у себя в регионе, но только при условии, если это не Кутлогужин. Потому что Кутлогужин уже, ну, всеми своими действиями доказал, что он абсолютно деструктивная фигура, которая, ну, естественно, воспринимается как, ну, фальшивая и поддельная. Кто может быть, кроме него? А кем воспринимается как фальшивая? В том числе и самими участниками процесса, я имею в виду, коммунистами. Но ведь у них же есть инструменты, у них есть вот эти вот бюро, партии, там, это прочее. И сейчас как раз это возня и происходит, то есть вот внутри, сейчас вот Кутлогужин не зря же, он бегает кругами и, там, умасливает всю вот эту верхушку вот этих райкомов, пытаясь им доказать, что это правильно, но тут еще Зюганов своего слова не сказал веского, потому что они тоже еще пока торгуются, условно говоря, да. Но появилось несколько кандидатур внутри партии, я имею в виду, КПРФ. Ну, одну из них, там, Диану Демидову уже, значит, зарубили, отбросили. Галина все еще держат, как бы, в запасе и так далее. Но Ющенко не будет кандидатом. То есть тут некий конфликт интересов, они слишком хорошо знакомы с Хабировым. У Ющенко слишком хорошие шансы набрать здесь больше голосов, чем положено. Придется фальсифицировать в обратную сторону, некомфортно. И потом Ющенко все-таки позиционирует себя как федеральный политик. И как там второе-третье лицо в партии, ну, как-то негоже ему тут. Спускать свои вот эти вот параметры до региона. Больше, чем положено, я так понимаю, это все-таки не о победе речь, да? А просто набрать приличные количества. Ну, безусловно, да. То есть, ну, вот ориентир КПРФ в Башкирии, это где-то примерно 18%. Это то, что было бы приемлемо для них сейчас. Но если вдруг кандидат от КПРФ наберет там 30 или 35%, это будет совершенно неприемлемо для Хабирова. Потому что ему нужна абсолютно убедительная победа, желательно с процентами выше, чем у Хамитова на выборах 2014 года. То есть, вот примерно такая логика. А выше, чем у Путина в 2018 году? Это опасно. Выше, чем у Путина, опасно набирать в регионе. Не надо. Ну, то есть, 70-70... Это непрактично. Да. То есть, где-нибудь 73, 72, 74, 71. Вот где-нибудь в этом вот диапазоне в самый раз будет. На этом фоне как вы оцениваете вот исследование в ЦИОМ, которое 69% определил поддержку Хабирова? Никак не оцениваю, потому что это все заказная статистика, не имеющая под собой никаких реальных основ. Это скорее некий информационный вброс для позиционирования. То есть, на ваш взгляд, рейтинг Хабирова ниже на сегодняшний день? Он неопределен на данный момент. Причем он неопределен в сознании людей. Вот если смотреть. Вот, условно говоря, уже много говорено, например, про такие рейтинги, когда людям звонят и спрашивают, Вы доверяете Путину? Люди автоматически говорят, да. Ну, а что сказать, нет? Ну, и вообще как-то это. Смотря как поставлен вопрос. Внутри... То есть, прислабо это социально ожидаемое решение. Да, внутри избиратель сейчас в Башкирии, во-первых, он все еще себя не чувствует избирателем пока, потому что действительно про выборы молчок, тишина никакой, значит, раскачки не идет на эту тему. Он все еще не осознал, я имею в виду избирателя, что вот у него, оказывается, выборы там 8 сентября, и он еще ни разу не подумал, за кого бы он проголосовал. Но сам по себе Хабиров пока не вызвал однозначной оценки у населения. То есть, есть масса плюсов, масса минусов. То есть, плюсы, причем, в том числе и интуитивного характера. То есть, вот сама по себе замена власти, это большой плюс для Хабирова. Там усталость от прежней власти и ожидания от новой. То есть, такие вот классические интуитивные факторы. В минусы можно уже относить вот некие разочарования, которые в разных социальных группах формируются потихонечку. В минусы можно, там, скажем, завышенные ожидания относить и так далее, и так далее. Тут... Ну, в завышенных ожиданиях виноваты как бы сами люди, да? Конечно. А что касается разочарований? Какие конкретные примеры? Ну, разочарование речь идет о тех группах, которые уже столкнулись с методикой. И о модусом операндии нынешней новой команды. То есть, они уже поняли, на что можно, на что нельзя рассчитывать. То есть, ну, это и частные случаи, и общие. То есть, тут крупные группы есть. Например, дольщики, наверное, да? Это дольщики, это жители Сибая. Это, ну, ряд вот некоторых районов, где появились главы, которые совсем не пришлись ко двору, скажем так, для этих районов. Это, ну, там, Краснокамский район, в котором нет главы, и, ну, творится непонятно что. Это в определенном смысле Нефтекамск, где назначение, значит, господина Мавлеева на должность главы вызвало, ну, прямо скажем, неоднозначную реакцию у населения. Ну, наверное, просто не знают человека молотом. Нет, они его знают очень хорошо, с долей поперек и папу, и сына, и всех. То есть, Нефтекамск это очень такой своеобразный город. Вот. Вот все эти факторы, это не говорит о глобальном отторжении Хабирова сейчас, но, как бы, предпосылки к этому есть. В разных вот местах, в разных... Но мнение все еще не сформировано. Оно будет формироваться очень стремительно в определенный момент, когда, ну, начнется какая-то избирательная кампания, которую, я так понимаю, в принципе, новая команда боится. То есть, они всячески отрицают вообще существование выборов в Башкирии. То есть, я не знаю, когда они ее начнут, эту избирательную кампанию, наверное, там, где-нибудь в августе. Вот. Пока пытаются обходиться, там, такими, какими-то имитационными факторами и, ну, набирать очки в глазах электората через действие, как и, собственно, было задекларировано, что мы, дескать, агитировать не будем, мы будем работать. Но пока получается плохо. То есть, вот, транспортная история, там, еще что-то, все это пока не вызывает вот такого глубокого одобрения у населения. Ну, действительно, тут направлений много разных. Хотелось бы отдельно остановиться на дольщиках, да, вот, тем более у вас вот много публикаций на эту тему. Что сейчас вообще, да, происходит? Были какие-то, вот я напомню слушателям, пару домов сдали, насколько я помню, перед Новым годом в Серебряном ручье? Один. А, один даже, да? Есть ли дальше движение, по вашим данным? Ну, напомню, что по грандиозному плану ликвидации этой проблемы, в среднем в месяц должно было сдаваться 6 домов. Ну, если быть точным, то 6,5. То есть, каждые два месяца должно было сдаваться 13 домов. Четыре месяца 2019 года прошло, не сдан ни один дом. То есть, я прав в том смысле, что один дом в доме сдали, и все? Ну, это было 25 декабря. Значит, что-то происходит в Миловском парке, там что-то достраивается, что-то происходит в Новобулгаково. Там, кстати, нет, вот вру, там сдали два дома в Новобулгаково уже в 2019 году. Но ситуация какая? И там, и там эти дома были максимальной готовности. В Новобулгаково они вообще были готовы, я внутри в них был, они еще в прошлом году были готовы. Там вопрос был подключения, спорные, значит, конфликтные вещи, значит, с подключением коммуникации, там что-то было неоплачено. Вот эти узелки развязали. Кончился запас вот этих готовых домов, он кончился. То есть, остались дома слабой, низкой и нулевой готовности. И вот тут, ну, план начали не выполнять. Кроме всего прочего, судя по всему, количество обманутых дольщиков начнет только расти. Несмотря на то, что проблему решают, ну, действительно, стараются, возятся, занимаются. Но количество будет расти, и вот почему. Потому что выяснилось, что, оказывается, существует еще масса объектов, которые по факту являются такими же проблемными стройками, но не были включены в реестр, например, дольщиков. То есть, это вот Юлай, это, значит, странный такой застройщик под названием НПО Самострой. Ну, то есть, ну, их на самом деле достаточно много. А почему они не были включены? Не занимался никто? Ну, это была некая уловка. Во-первых, там существуют такие формальные истории, когда там за определенную неформальную плату и имитируя строительство, застройщик может все еще доказывать, например, госстрой, что он ведет строительство. По факту там ничего не происходит, он кладет три кирпича, там делает милое лицо, и госстрой зачем-то признает его работающим и продлевает ему там сроки строительства. Но по факту нет, это как вот НПО Самострой. Или как ЖК Юлай, где там много произошло пертурбаций, смен застройщика и так далее, а старый застройщик теперь воюет с новым и там что-то с него требует и так далее. То есть, юридическая коллизия, стройка стоит. Много таких объектов, они не включены в список вот этих 75, которые были на конец 2018 года. Эта проблема начинает обостряться, ею не занимаются. То есть, госстрой по факту им не занимается, госстрой захлебывается в принципе в задачах, и это понятно, что решение этих проблем сверхсложное. То есть, вот эти вот компенсационные схемы, земельные участки, какие-то смены застройщиков, там масса юридических моментов, бесконечные конфликты с арбитражными управляющими. Ну, вывод из этого простой. Сама конструкция выбрана неверно. Кем, кстати, выбрана? В части. Вот тут однозначно понятно, что выбрана Хабировым. То есть, Хабиров сам назначил себе ту конструкцию взаимодействия с этой проблемой. Это его ошибка, она вполне поправима. Вопрос в доброй воле. Наверное, надо усиливать госстрой в плане специалистов и количества людей, вовлеченных в этот процесс. Потому что два несчастных, там, Невостроев и Ковшов, и вокруг них, там, некоторое количество сотрудников, это, они явно не справляются. Росса, это тоже какой-то бутафорский орган, который, значит, вот, его почему-то все, там, значит, только и ругают, да? Только по попе не шлепают. В остальном, там, никакой функции. Сложная очень задача, но подход к ней, конечно, прямо скажем, был и поспешным, и заявления были слишком громкими, что мы все проблемы решим, и все решаемо. Поторопились. Это от чего вот произошло? От неимения опыта соответствующего, или просто вот какие-то внутренние особенности у республики есть, которые изначально знать невозможно? То есть, вот, почему? Это все вместе. Тут, да, безусловно, у команды пришедшей нет никакого опыта решения подобных проблем. То есть, то, что происходило в Красногорске, совершенно имеет иную природу и иные механизмы. Значит, ну, просто... То есть, в Красногорске банально проще решить. Конечно, нельзя сравнивать, конечно, привлекательность строительства в Подмосковье, там, или тем более в Москве и вот в нашей Башкирии. Потом, структура проблем с застройщиками абсолютно иная, никак не сравнимая с Красногорской, это однозначно. То есть, и подходы решений должны быть иными. Ну, и, прямо скажем, переоценили масштабы. То есть, недооценили, вернее, масштабы этого бедствия, этих проблем. И на фоне неправильной выстроенной коммуникации с этими группами людей, я имею в виду дольщиков, при том, что у них достаточно разнообразные ситуации, это где-то кооперативы, где-то долевое строительство, где-то вообще там сложнейшие путаные схемы по инвестированию, как вот у этого Абызова в цветах Башкирии, не понимая этой специфики, кинулись, значит, потом стали закрывать глаза на какие-то другие объекты, и это мы не видим, то не видим, там прочие вот эти всякие небескорыстные активисты вокруг этого всего, значит, носящиеся, ну, в общем, все это вместе дало вот такую вот, ну, на мой взгляд, сейчас это все начинает тихо заклинивать. А ведь с учетом выборов могли бы, вот, я не знаю, деньгами это все завалить и набрать себе политические очки, но не делают. Значит ли это, что, в принципе, есть желание разобраться с этим по справедливости, по закону, и сделать все пусть подольше, но правильно? Нет, во-первых, закон не позволяет, у нас государство не может финансировать подобные вещи, то есть, взять из бюджета денег и заплатить за стройку. Ну, не напрямую, понятно. Это невозможно. Необходимо создавать некую систему мотивации для застройщиков, причем даже для небашкирских застройщиков, вот это очень важно, потому что у нас в Башкирии выбор очень небогатый. То есть, сейчас мы все повесим на СУ-10, и оно завтра же так же хлопнется, как все остальные. Или повесим на какого-нибудь муниципального застройщика, как на Менделиеве 128 дробь 1, у которого нет ни денег, ни возможности, ни опыта работы. То есть, нет. Можно привлекать и татарских, и удмуртских, каких угодно, и московских застройщиков, но нужна выстроенная система мотивации. То есть, ни один дурак не начнет достраивать уже заселенный дом, проданный, вернее, дом. Просто так. Естественно, ему нужна мотивация. Тут проблемы, тут не могут создать некую систему. Почему-то жадничают за землю в том смысле, что самый простой способ – это выделение компенсационных участков. Ну, земля, видимо, себе ближе и роднее. Тут начинаются какие-то более сложные схемы, там, ФРЖС и прочее, прочее. Продолжаем программу «Персонально ваш» на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Руслан Валиев. Вместе со мной в студии политтехнолог Андрей Пателицын. Номер для ваших смс-сообщений – плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят один. Не забывайте подписываться, присылая свои вопросы. Продолжим наш разговор. Вот на этой неделе уже успели продлить арест политику Айрату Дельмухаметову, пожалуй, чуть ли не единственному человеку, который заявлял о президентских амбициях, именно так он называет должность руководителя региона. И, значит, последовала информация, что адвокат Дельмухаметова высказался, что преследование его является политическим, тем более, что еще и статей добавили. Вот здесь вы как можете прокомментировать на ваш взгляд ситуацию? Почему она происходит? По политическим причинам или это работа федеральных силовых ведомств исключительно? Ну, я уже несколько раз этот вопрос комментировал. И в свете продления ареста Айрату, все-таки, наверное, буду подтверждать свою точку зрения, это политическая акция, но федерального характера. То есть, скорее всего, это некая системная зачистка по всей России, потому что я все еще не допускаю того, чтобы Дельмухаметов составил какую-то ощутимую конкуренцию на выборах Хабирова. Он, конечно, бы внес некое оживление, он бы, конечно, наверное, набрал 2-3, может быть, 5%. То есть, будучи зарегистрированным, да? Да, ну, естественно, при условии, конечно же. Потому что у него не было никаких шансов зарегистрироваться, во-первых. Но даже если предположить, что... Конечно, да. Ну, то есть, вот наша система выборов в Башкирии, она не позволяет подобным кандидатам проходить муниципальный фильтр. Ну, ни одна парламентская партия, естественно, Дельмухаметова бы не выдвинула своим кандидатам, это понятно. И потому он бы вынужден, даже если бы он нашел не парламентскую партию какую-нибудь, карликовую, как Сарбаев в свое время попытался вот так сделать, он бы не собрал нужное количество этих мандатов муниципальных депутатов. Соответственно, ну, вот версия о том, что Дельмухаметова панически испугался Хабиров, я ее не рассматриваю всерьез. А то, что это некая зачистка федералов в отношении людей, которые могут существенным образом влиять на настроение в национальных республиках, это вот вероятнее. Кроме всего прочего, ну, вот те обвинения, которые выдвигаются Дельмухаметову, и их обилие говорит о том, что, ну, идет тщательный подбор тех обвинений и тех моментов, которые он допустил, которые, ну, пройдут через хоть сколько-нибудь правдоподобное судебное слушание. То есть вот сейчас ему добавили там оправдание терроризма, потом еще ему что-то добавили, там, какой-то 260-ю статью, я не помню точно, и так далее. То есть, ну, видимо, из этого вот богатого набора что-то превратится в реальное обвинение, которое там с той или иной степенью достоверности будет представлено в суде. То есть задача посадить? Я полагаю, к сожалению, да, что на какое-то время, скорее всего, Дельмухаметова будут стараться посадить именно в места заключения. — А почему, на ваш взгляд, отсутствует сколько-нибудь реальная реакция со стороны общественников башкирского национального движения, да? То есть не видно не то чтобы митингов в защиту, да, но даже каких-то одиночных пикетов я особо не вижу. Ну, единицы какие-то выступают лично от себя в социальных сетях и так далее, требуют там какие-то баннеры вывешивают на тему свободы Айрата Дельмухаметова. Объясняется это тем, что, во-первых, поле башкирских национальных организаций тщательным образом зачищено, вот по приходу Хабирова. Тут я не могу утверждать точно, что это не с его подачи было, потому что, скорее всего, вот этот момент, он как раз-таки в интересах Хабирова, ну, вернее, совпадает с его интересами, скажем, политическими. Потому, например, ну, вот то, что сделали в отношении организации Башкорд, четко иллюстрирует вот эти вот, значит, тенденции в республике. По сути, на самом деле, какой-то консолидированной башкирской общественности не существует на данный момент, существует некий набор активистов той или иной степени авторитетности в тех или иных кругах, и вот, собственно, все. Никакой единой силы сформировать им не удалось, к сожалению, и вот этот момент, ну, очень просматривался, когда создавался Конгресс Башкирского народа, вот тогда была попытка консолидировать именно разнообразные башкирские организации. Она не увенчалась успехом, как, впрочем, в случаях с многими попытками консолидировать какую-то оппозицию, и в целом в России, и в том числе в Башкирии. Вот здесь интересно ваше мнение, это почему происходит? Потому что нет реального лидера, который мог бы действительно всех зажечь, я не знаю, да, своей харизмой, или все-таки лидеры есть, но вот грамотно действуют те же самые там силовые спецслужбы и так далее? Ну, как в любом сложном процессе, это некий комплекс причин. Да, действительно, не существует на данный момент четко выраженного лидерства и авторитетности в этой сфере, да, действительно, не могут договориться по очень, на самом деле, несущественным вопросам. Вот у многих организаций разнятся подходы к одному и тому же вопросу иногда там на 2-3 градуса, да, но принципиальность оппозиционеров так велика, вот, и, по крайней мере, вот этих вот альтернативных течений, она так велика, что они не готовы поступиться этими двумя градусами различий ради общего дела. Это очень большая проблема вообще объединения каких-либо политических сил, особенно, когда речь идет о сложных политических интересах. Когда вот речь идет о деньгах, люди очень быстро договариваются, то есть это вопрос торга. А в политических аспектах договариваются очень сложно, скажем, ну, как вот представьте себе попытку договориться там, я не знаю, коммунистов и либералов, да, то есть для них найти точку соприкосновения довольно трудно, а общего интереса нет. А борьба идет за один и тот же предмет, за одного и того же избирателя, соответственно, вот договориться не получается. В данном случае с башкирскими организациями произошло нечто подобное, ну, плюс, конечно, тщательные и достаточно эффективные, в кавычках или без, действия спецслужб, которые, ну, действительно контролировали эти процессы, действительно участвовали во всевозможных, значит, этих вещах. И в части дискредитации, и в части воздействия на лидеров, то есть, вот, скажем, с башкортом именно так было, то есть там просто надавили на лидеров и заставили их замолчать и там скрыться и сидеть тихо, значит, под лавкой. Вот, ну, так получилось сейчас, пока. Возможно, что-то будет меняться, если вообще будут какие-то изменения там в национальном самосознании. А в идеале, я имею в виду, не мой идеал, а идеал, скажем, нынешнего государства, национального самосознания не должно быть вообще, в принципе. Потому что это вредное для России явление, ну, как бы так почему-то считается, которое может там вызывать и сепаратизм, и всевозможные экстремистские проявления и так далее, и так далее. Вот эта концепция, она все четче становится понятной, что вот ни на Кавказе, ни в Поволжье, ни в этих национальных всех регионах не должно быть каких-то явно выраженных национальных движений. Ну, собственно, мы в этом тренде находимся. А на ваш взгляд, вот этот тренд, он сохранится, и вообще эта стратегия, подобная она успешна по определению? Ну, до тех пор, пока, вообще абсолютно успешных стратегий не существует в принципе, но до тех пор, пока вот цель и задача сохранить вот ту конструкцию государства, которая сейчас существует, стоит эта задача, ну, безусловно, борьба с подобными проявлениями будет вестись. То есть, любой сепаратизм, даже эмпирический, даже там с национальной окраской, или даже разговоры, или мысли о сепаратизме, это действительно вред для единого государства, вот, значит, будут эти действия производиться. Но довольно странно наблюдать, что выводы о там экстремистских или сепаратистских проявлениях могут появиться из национальных движений. Вот это, на мой взгляд, немножко противоречащая история, потому что вместо того, чтобы направлять национальные движения и националистические, кстати, движения тоже в здравое и позитивное русло, которое, скажем бы, там, например, занималось там вопросами языка, культура, там, просвещение и так далее, да, то есть какой-то религиозной культуры, вместо этого их, в принципе, преследует. Ну, на мой взгляд, это неправильно, это неэффективно с точки зрения государства. — Между тем, совсем недавно прошли Дни культуры Республики Татарстан в Башкирии, наверняка вы следили, да, за этими событиями, вот здесь как вообще, какие впечатления, что это вообще было, впервые за 28 лет, кстати, да, для чего? — 31 год, не было подобных явлений. Ну, в целом я к этому отношусь очень хорошо, я на мероприятиях, конечно же, не присутствовал, только по отзывам там очевидцев сужу. Ну, Татарстан успешно презентовал себя в Башкирии. Татарское руководство еще больше укрепило представление, скажем, татарской общественности Башкирии в своей значимости и в своем влиянии, в своей эффективности. — Хабиров обидел зачем-то татар Башкирии, назвав их диаспорой, что вызвало там жаркие споры, являются ли татары. — А есть место для споров? — Ну, чисто научно, да. А так, конечно, в принципе, наверное, он ничего плохого не хотел сказать. — То есть умысла не было? — Нет, безусловно, умысла не было. Он просто вообще слабо подготовлен к каким-то экспромтам и каким-то, скажем там, ну, таким вот внезапным оценкам ситуации. То есть иногда у него вырываются всякие вот такие вот ненаучные высказывания или опасные. Ну, собственно, и даже эти разговоры довольно быстро улеглись. То есть татары в Башкирии чувствуют себя достаточно спокойно, уверенно, на мой взгляд. Те, кто говорят о том, что это не так, скорее всего, преследуют какие-то там интересы и цели, как вот мы уже много раз видели в последней новейшей истории, все эти Бигновы и прочие, значит, компании. Так что, ну, это, наверное, было позитивное событие, оно никакого вреда точно никому не принесло. — А соответствующие дни Башкортостана в Татарстане, если будут, это будет иметь позитивные итоги? — Ну, по определению, да. Смотря, как устроят. Но, с другой стороны, Хабиров уже показал, что вот с праздниками у него действительно все хорошо. То есть любой фестиваль быстро и качественно произведем, как говорится, за ваши деньги. — Вот между тем, опять же, поездка Хабирова на форум в Крыму экономически, да, вызвала тоже некие вопросы. Выделяют деньги на строительство или на реконструкцию там базы отдыха. И между тем есть мнение, что вроде как бесполезно или нет? — Ну, тут вопрос такой философский. Если у нас есть проблемы внутри территории, любые проблемы, причем здравоохранение, образование, там, сибая, дольщиков, и демонстративно тратить деньги на то, что их вкладывают в экономику другого региона, пускай это тоже наша страна, пускай это там наш народ, общая экономика, но бюджеты все равно разные. Это, очевидно, некрасиво выглядит. То есть при том, что вот Ялтинский форум ничего не дал самому Башкортостану, то есть нулевой результат, то есть просто от слова совсем, то есть ни копейки инвестиций они не смогли оттуда привезти. При этом вот этот вот щедрый жест, ну, Хабиров, наверное, никогда уже не отделается от Крыма, потому что Крым ему уже совсем не чужой. Ну и придется, значит, жертвовать чего-нибудь Крыму регулярно. Ну и не можем мы обойтись и байра, раз уж тем более упомянули. Здесь что мы знаем и имеем, да, буквально недавно был награжден мэр города Авзалов орденом Салавата Юлаева, который, кстати, часто стали вручать по тем или иным поводам. И кому попало, да. Вот давайте с этого начнем. Ну, я уже оценивал эту ситуацию, в том числе и в эфире Эхо. Я считаю это возмутительной глупостью и подставой для Хабирова. То есть те, кто ему насоветовал именно так отметить мэра Сибая, конечно, должны понести заслуженное наказание. То есть столь дурные советники не должны работать в окружении Хабирова, и пускай он об этом задумается. Очень негативно отнеслись к этому жители самого Сибая. Значит, это была абсолютно ненужная акция. То есть, во-первых, Хабиров уже доказал всем, что он поддерживает Авзалова и всячески одобряет его действия. То есть не нужно было этим ничем подтверждать. Во-вторых, фигура Авзалова до сих пор еще токсична для Хабирова, и не надо было его вытаскивать там опять на поверхности, опять давать повод для этих разговоров. В-третьих, ну, вообще, вся вот эта история с награждением, там же наградили не только Авзалова, но и неких полезных общественников Сибая, врачей и так далее, и так далее. Вся вот в целом эта акция, это была попытка поставить точку. На самом деле, конечно, это тоже не очень правильно, потому что точку надо было ставить обоснованно, окончательно убедив всех в том, что проблема решена. То есть убедив фактически, убедив на данных и так далее. Буквально через неделю после этого вручения ордена, опять разговоры про датчики, опять превышение ПДК, опять споры, чей датчик точнее и так далее, это значит, что работа качественно не сделана. Никто никого ни в чем не убедил. Значит ли это, что, опять же, в окружении Хабирова есть, может быть, некомпетентные или злоумышленники, которые доносят неверную информацию? Про злоумышленников я не буду пока говорить, да? Это, как говорится, следствие покажет. Но некомпетентных людей огромное количество вокруг Хабирова, людей, которые пытаются казаться компетентными, которые в его представлении, наверное, компетентны были когда-то вот в этих вот маленьких городках, которыми они руководили. Но на данный момент, конечно, очень большое количество и очень значимых фигур в его окружении не справляются со своими задачами. Они вынуждены имитировать решение, они вынуждены втирать очки и доказывать, что все правильно, вплоть до полного опровержения здравого смысла. Ну да, вот история с Сибаем как раз говорит примерно об этом. А отставка министра экономического развития Новикова, она вот, это что, это продолжение просто смены команды или здесь есть какие-то объективные причины, на ваш взгляд? Здесь есть и продолжение смены команды, потому что как бы там ни был Новиков чужой для Хабирова, несмотря на то, что он там очень близок к Тажетинову, который тоже теряет свою очередь сейчас в своей позиции. Но еще у Новикова, конечно, было много чисто объективных причин для отставки. Во-первых, тот же самый Ялтинский форум, это его зван ответственности, откуда не привезено ни одного рубля инвестиций. И во-вторых, это несколько лет подряд снижение фундаментальных показателей экономики, который, собственно, экономическим развитием и занимался Сергей. И я имею в виду падение показателей вложения в собственный капитал предприятий в республике и многие другие показатели, которые тоже регулярно несколько лет подряд снижались. Тут, конечно, ну и не один Новик виноват, экономика падает и прочее. Ну, в целом, вот так сложилось. И вот этот тихий, спокойный уход говорит о том, что, ну, все это было сделано полюбовно. То есть, и вот эта мадама Бойцова, теперь она, значит, возглавит, видимо, этот блок. Ну, к некоторому ужасу. То есть, вы прочите должность министра ей? Да, я с очень большой долей вероятностью предсказываю, что именно она займет этот пост. Ну, на самом деле, к моему ужасу, например. Почему? Потому что, ну, ознакомившись с ее трудовым путем, я понимаю, что, ну, предпосылок к исправлению ситуации у нее существенно меньше, чем у того же Новикова, который, по крайней мере, владел здесь информацией, механизмами и понимал, что здесь нужно делать. А что не так? Ну, понятно, она не местная, но ведь она владеет вот этими всеми современными технологиями. Это далеко не так, на самом деле. То есть, вот, мадам Бойцова, это еще один из мифов хабировской команды, мы об этом как-нибудь поговорим позже. Ну, это длинная история, то есть, там есть много-много интересного в ее биографии. То есть, это вот, вот, к сожалению, я вот прихожу к, так сказать, к ужасу вот того, что вот она у нас возглавится. То есть, может, все-таки надо дать возможность проявить себя, поработать. А давайте дадим всем попробовать, поработать там, например, руководителями каких-нибудь крупных отраслей, да, глядишь и получится, да? То есть, вот тут как раз нет, тут должна быть жесткая селекция, и действительно человек должен, ну, иметь объективные причины для того, чтобы возглавить определенное серьезное и важное направление, потому что, ну, это слишком большой риск и слишком большая ответственность. Вот, Андрей Сергеевич, вам тетя Роза пишет, все для вас плохо, потому что вам так хочется, все с вами ясно. Ну, что же, тетя Роза, может быть и так, вот, вы стоите, уважаемая тетя Роза, на глубоко философских позициях, может быть и так, да, то есть, вот такой негативистский взгляд на жизнь, он тоже имеет место. А все ли для вас на самом деле плохо, или все-таки есть что-то хорошее? Вообще все, на самом деле, все совсем неплохо, в том смысле, что, если брать, ну, в целом, то, например, весна пришла в республику и прочее, да? Ну, мы же не про это, условно, да, вот, при Хамитове было лучше или сейчас? Я не знаю, как сейчас, на самом деле, и никто не знает, еще раз, мы не поняли, что сейчас происходит, мы не понимаем, к чему это все идет, потому это некую меру беспокойства вызывает. При Хамитове действительно было плохо, но, по крайней мере, в последние месяцы было понятно, что это все заканчивается и должно перерасти что-то другое, лучшее, предположим, вот так человек устроен. Получаем ли мы лучшее, мы пока не знаем. Вот сейчас вот есть очень много, как бы, факторов, которые говорят, что, может быть, и нет, а может быть, и да, посмотрим. А вдруг Хабиров 9 сентября проснется и скажет, да, вот это все вот то, что делалось, там, то, что перечислено, оно неправильно, и мы сейчас заживем новой прекрасной жизнью. А учитывая современные реалии России в целом, разве можно себе представить, что может быть лучше, чем сейчас? К сожалению, тоже мало предпосылок, к сожалению, наверное, Россию в целом ждут более трудные времена, чем вот сейчас мы пока живем, 19-18 год. Вот, наверное, нам нужно готовиться к неким испытаниям, которые будут и федерального масштаба, и испытаниям, которые будут извне приходить, и экономическим потрясениям, потому, конечно, не все в руках, там, Хабирова, там, или его команды. Они, к сожалению, здесь, ну, винтики в этой системе, которая будет сама развиваться и нам покажет еще. Ну, и хотелось бы ваш комментарий еще вот по поводу дела все-таки вице-премьера бывшего Евгения Гурьева, да, расследование продолжается, я так понимаю, вы следите за этим делом? Да, и вот очень интересная история произошла буквально на днях, ну, если быстро охарактеризовать, за этот месяц не делалось ничего в рамках следствия ни допросов, ни очных ставок, ни всерьез, там, каких-нибудь, там, Мансуровых и Ахметовых никто не допрашивал, не проверял их причастность и прочее. Но при этом буквально на днях было объявлено о том, что следствие в целях сохранения, там, имущества обвиняемого арестовывает ряд его активов, две квартиры и земельный участок. Ну, вроде как, нормально, обычное действие в рамках, там, экономических, там, расследований, экономических преступлений, но выясняется, что участок вообще не принадлежит Гурьеву, а принадлежит его жене, которая получила его в рамках, там, программы многодетной матери, значит, даже не за деньги. Квартиры, которые арестованы, они принадлежат Гурьеву на одну шестую часть и приобретены до того, как он стал министром. Ну, в общем, довольно странное действие следствия, которое мне говорит о том, что, наверное, никаких у них аргументов, кроме как психологического давления, нет на данный момент. Это странно, потому что, ну, при том обилие обвинений и уверенности заявлений, которые делались в момент ареста, конечно, это выглядит достаточно странно. Ну, посмотрим, потому что информации о следствии довольно мало, так как оно вообще никак не идет. Может быть, там, к 20 мая что-то прояснится, когда вот наступит срок пересмотра, там, санкции в отношении Гурьева, я имею в виду ареста, тогда, может быть, что-то появится. — Нам, радиослушатели, пишут, Лилию Мазитову назначили уже его главой Миноконномразвития, какая Бойцова? — Ну что же, значит, я ошибся, и счастье большое нам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok